Семьей принято называть союз, в котором есть дети. Но, к сожалению, не все супружеские пары способны зачать ребенка самостоятельно. Диагноз бесплодия сегодня ставится довольно часто. Причин, по которым пары не могут зачать ребенка, очень много. Но обычно в этом принято винить женщину. Но вот как говорят врачи, сегодня все чаще виновны в этом не женщины, а мужчины. По статистике, 40% бесплодных пар не могут зачать ребенка из-за проблем, связанных именно с мужским здоровьем. Для многих пар этот диагноз звучит как приговор. Но не стоит опускать руки. Современные методики диагностики и лечения сегодня способны творить настоящие чудеса. Подробнее на эту тему предлагаю поговорить с опытным российским специалистом в рамках рубрики «Киндер-сюрприз». Бесплодие. Такой диагноз звучит как приговор. Это проблема глобальная. И пар, которые не могут стать генетическими родителями, очень много во всем мире. Только в нашей области, как отмечают врачи, почти 20% супружеских пар бесплодны. Действительно, намного чаще теперь регистрируются случаи бесплодного брака. И на современном этапе, на первый план выходит именно мужское бесплодие. Либо чистое, либо сочетанное. То есть раньше мы никогда не имели столько случаев мужского бесплодия за месяц, за год. То есть наша статистика показывает, что именно оно теперь превалирует в структуре вообще бесплодия в семье. И с чем мы всегда спрашивают пациенты, с чем это связано. Это связано, как правило, с условиями жизни мужчины, с тем, что он ест, пьет, где он работает, с употреблением алкоголя, курением, иными моментами не совсем нормального образа жизни. И крайне редко это уже какие-то заболевания, с которыми андролог тоже, в свою очередь, может справиться. В каких же случаях ставится диагноз бесплодие? Бесплодие – это состояние, когда на протяжении года регулярной половой жизни без средств контрацепции у людей беременность не наступает. А в последние несколько лет есть уточнение к данному определению понятия. Если женщине больше 35, то этот период у нее сокращается до 6 месяцев половой жизни без контрацепции. Либо те, у которых уже есть какие-то медицинские показания. То есть женщина принесла какую-то операцию на маточных трубах, в нематочную беременность, и у нее уже нет другого шанса. Тогда после выписки ей уже рекомендуют сразу, не теряя время, обращаться в медико-генетическое отделение областной больницы для того, чтобы сразу встать на очередь. Поэтому у любой семейной пары, у которой есть такая проблема, они могут прийти. Не претендовать на очередь на ЭКО, а встать хотя бы на учет, а там уже доктора консилиумом принимают решение, какая пара подлежит. Потому что есть четкие показания к ЭКО в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Существует ряд других причин, которые приводят к бесплодию. Но медики сегодня стараются сделать все возможное, чтобы подарить женщинам радость материнства. Многие виды бесплодия сегодня лечатся, но крайне важно обращаться к узким, квалифицированным специалистам. В частности, к врачам-репродуктологам и генетикам. К сожалению, опять же, очень мало среди гинекологов специалистов, которые хорошо понимают репродукции. И порой гинеколог берет на себя функции по преодолению бесплодия. И это не всегда заканчивается корректно для пациентки. ЭКО нельзя назвать последним методом, который есть для женщины. Это метод с очень хорошей эффективностью, с самой лучшей на современный момент. Но к ЭКО никогда не прибегают без показаний. То есть к методу, как к любому методу лечения, есть свои четкие показания, четкие противопоказания. Есть масса, огромная методов лечения бесплодия. Их можно комбинировать. Если их скомбинировать правильно и вовремя у каждой супружеской пары, то примерно в половине случаев можно получить беременность естественным путем с нашей помощью. Одним из самых эффективных методов сегодня является процедура ЭКО. Если говорить проще, искусственное оплодотворение. В Казахстане с 2010 года даже работает государственная программа. Ежегодно выделяются квоты на бесплатное проведение процедуры ЭКО. В этом году на наш регион было выделено 45 квот. А это значит, что 45 супружеских пар получат шанс стать родителями. Нас очень радует то, что с каждым годом процент положительных результатов у нас растет. В этом году у нас эта цифра 41,3%. Это практически чуть-чуть меньше половины семейных пар. Из 41 использованной квоты 17 семейных пар получили беременность. Трое из них уже родили благополучно. Есть из них те, которые забеременели двойней. Но вот в 17-м году, в 16-м году, в 15-м году были только у нас двойни и одноплодные беременности. А в 13-м, 12-м у нас даже были тройни. Процедура ЭКО достаточно дорогая. И, к сожалению, стопроцентного результата никто дать не может. И иногда женщинам требуется повторная подсадка эмбриона. И для того, чтобы получить квоту, первое, что должны сделать супружеские пары, это встать на учет в медико-генетическое отделение Кустанайской областной больницы. Что касается эффективности в мире, эффективность за последние 5 лет не меняется. Она составляет по разным клиникам от 40 до 50%. То есть за последние 5 лет ничего кардинально нового в отношении ЭКО не произошло. Это, с одной стороны, хорошо, потому что эти методики все отработаны от и до, и мы имеем полное представление о том, с чего начинать и чем заканчивать. Стоит отметить, что дети, рожденные с пробирки, ничем не отличаются от тех, кто был зачат естественным путем. Некоторые специалисты даже утверждают, что такие дети умнее и более развиты. Но не потому, что врачи искусственно закладывают в них какой-то другой интеллект. Просто для супружеских пар этот ребенок достается высокой ценой. И всю свою любовь и заботу они вкладывают в малыша.